Здравствуйте всем! Меня зовут Надежда Штык. Я собственница магазина одежды Favorite Shop, город Тереборя, это Украина. С бизнесом я знакома давно, можно сказать, что с детства, поскольку у меня мама предприниматель, и я при возможности ей всегда помогала. Ну а сама в статусе предпринимателя я с 2000 года. Хочу сказать, что очень люблю то, чем я занимаюсь. Мой жизненный девиз, что все, что я делаю, должно быть актуально, современно и мне нравится. Когда я познакомилась с приложением UDS, то передо мной стояло несколько задач, которые я хотела решить. Ну и первой, самой важной, это была задача контроль и начисление скидки. Поскольку на работу у меня принят новый сотрудник, а я думаю, что многим предпринимателям знакома такая ситуация, что когда меняется рабочий персонал, то новые сотрудники не знают постоянных клиентов, поскольку до этого не велась клиентская база. Я думаю, что многим такое знакомое, что своих клиентов мы знаем только в лицо. Ну и в итоге получалось так, что скидку давали всем, кто попросит. Но, конечно, это приводило к уменьшению моего заработка. Вторая задача, это важно знать, как работают мои сотрудники в моем отсутствии, поскольку я хотела освободить себя от постоянного перебывания в магазине. Но все-таки мне важно было знать, как они будут работать, когда мне не будет на месте. Хорошо ли они будут обслуживать покупателей, смогут ли они правильно выяснять потребности, правильно ли будут подбирать товар. Для меня это очень важные моменты, поскольку я дорожу каждым клиентам, и мне очень не хотелось, чтобы покупатели уходили без покупок. Ну и, конечно, хотелось, чтобы были довольны и возвращались снова. Да, ну, конечно, я же понимала, что обслуживание – это очень важно, но только этим удержать клиентов сложно на данный момент, поскольку конкуренция достаточно-таки большая. В нашем городе есть несколько магазинов одежды, и плюс еще есть рынок. К тому же мы… А, город у нас как бы маленький, население всего лишь 14 тысяч, и к тому же мы находимся близко к областному центру, в 30 километров расстояние у нас. Вот. Ну, как бы и надо было сделать какое-то очень выгодное предложение для покупателей, которое будет интересно им, и в то же время выгодно и прибыльно для меня. Ну вот, а поскольку я люблю все новые и интересные, то мне хотелось еще и удивить какой-то фишечкой, да, и вызвать эффект такой «Вау!», ну, конечно, и выделиться среди конкурентов. Я понимала, что вот пластиковые карты я уже никого не удивлю, потому что уже пластиковые карты есть у всех. А вот мобильным приложением, которое ее заменит, я как бы точно смогу вызвать интерес. На тот момент я знала, что в нашем городе никто не пользуется этой программой, что я буду одна. Вот даже на карте видно сейчас, светится фиолетовый флажочек, он показывает, кто использует UDS. Так что здесь видно, что я одна пока. Ну, конечно, меня это совсем не испугало. Даже могу сказать, что наоборот, я как раз и в этом и увидела преимущества, потому что у никого нет, а у меня будет. Это как бы 20-летний опыт уже научил, что надо иметь что-то такое, чего нет у других, чтобы выделяться и оставаться в памяти своих клиентов. Это как бы помогает, чтобы клиенты помнили о твоем бизнесе и, ну, конечно, показывает, что бизнес все-таки развивается. Так, вот здесь. До внедрения UDS я была очень уверена, что у меня мало покупателей. Я так думала, где-то человек, ну, 200-300, да? И мне казалось, что я их всех знаю, но после работы с приложением UDS, после 14 месяцев я увидела, что в моей клиентской базе собралось 1747 клиентов. А это как бы 13% от всего населения города. Я там была приятно удивлена. Я раньше и даже не подозревала, что ко мне приходит столько покупателей. Вот. И здесь видно, что 1681 человек совершил покупки. И вот с этих 429 совершила еще как бы больше трех покупок. И это показывает, что 25% моих постоянных покупателей принесли мне в кассу прибыли 54%. Это, конечно, меня радует. Теперь я понимаю, что мне надо усиливать сильное, да? И поощрять своих постоянных покупателей. Так, на этом слайде видно статистику продаж в моем магазине. Видно, что вот во время карантина немножко был спад торговли. Но все-таки небольшие заказы были. Клиенты связывались со мной через мобильные приложения и делали онлайн-заказы. Также вот видно, что после карантина немножечко восстанавливается торговля. Клиенты возвращаются. Это меня радует. Торговля как бы входит в норму. И клиентов я своих не потеряла. Хочу сказать, что теперь мне легко контролировать свой бизнес. Даже если меня нету на месте, у меня есть возможность в любой момент посмотреть, как идут продажи в магазине. Я вижу, сколько было совершено покупок и вижу, сколько скидки получили клиенты, на какие суммы сделали покупки. Мне уже не надо связываться с продавцами и спрашивать эту информацию у них. Так, вот теперь у меня прозрачная система скидок. Даже мои клиенты видят, какой процент скидки они получили, какой и сколько баллов они себе накопили. Для них мы создали несколько уровней вознаграждения и присвоили им соответствующие статусы. Конечно, это и мотивирует их приходить снова и делать чаще у нас покупки. Также в разделе статистики я могу посмотреть, кто из покупателей ко мне чаще всего приходит. Вот здесь видно, что лидер по покупкам у меня Кристина. она совершила 39 покупок. Ну и, конечно, за свою лояльность она получила повышенный кэшбэк. Больший процент скидки. Также я могу посмотреть, какой фактический процент скидки получился у моих покупателей. Это на данный момент всего лишь 2%. Не 10, не 15, как это было у меня раньше. И вот каждый раз, когда клиенты делают покупку, им приходит сообщение о том, сколько баллов им начислилось. И даётся возможность оценить обслуживание. Теперь я спокойно, я уже не волнуюсь, как работают мои сотрудники, потому что в отзывах их только хвалят. Очень приятно читать такие отзывы. И благодаря одному из отзывов я решилась на увеличение торговой площади. То есть у меня было 40 квадратных метров, теперь у меня 80. Как бы обратная связь помогла мне увеличить свой бизнес. И что хочу сказать, что в итоге использования UDS за 14 месяцев я начала оцифровывать клиентскую базу. Теперь у меня больше информации о моих покупателях. Продавцы и скидки у меня теперь под полным контролем. Я сформировала привлекательную и бонусную программу для клиента и выгодную в то же время для себя. И фактическая скидка составляет всего лишь 2%. Конечно, эффект 2 тоже есть, потому что многие мои клиенты спрашивали, где я взяла, как я тогда думала за такого, что в многих больших городах, в дорогих магазинах нет такого новшества. А у нас в маленьком городке и вот такая программа используется. То есть получается, что фишка сработала. Эффект 2 въезд я выделила среди конкурентов. Ну, конечно, не планирую на этом останавливаться. Следующий этап это развитие рекомендаций. Ну и хочется еще использовать возможность электронных сертификатов, кросс-маркетингов, другими магазинами, компаниями. Вот и уже как бы на опыте я убедилась, что сейчас конкуренция идет же не на уровне продукта, а уже идет на качестве обслуживания. Люди хотят, чтобы было все просто, понятно и удобно. Так как мы идем уже в цифровую эпоху, то наши клиенты большую часть все-таки уже живут с телефоном, поэтому я думаю, что важно быть в телефоне у каждого своего клиента. А UDS как раз и дает такую возможность. Мой совет всем, кто хочет успешно развивать свой бизнес, как бы не бойтесь внедрять эти технологии. Даже если вы живете в маленьком городке, подключайте UDS, это действительно незаменимый помощник для вас и для вашего бизнеса. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok